Аквамен стал глотком свежего воздуха для киновселенной DC. Фильм получился отличным, но немного мутным, потому что подводный мир окружает очень долгая история. Но не переживайте, мы поможем вам разобраться во всех тонкостях магических артефактов. Вот наполненные спойлерами объяснения концовки фильма Аквамен. Артур и Мера отправляются на поиски легендарного трезубца Короля Атлана и попадают в экзотические земли, которые очень напоминают путешествие к центру Земли. Давние читатели комиксов знают, что всегда стоит ожидать неожиданного. Эта земля называется Скартарис. В середине 70-х годов DC Comics выпустили серию Варлорд, в которой говорилось о том, что Скартарис – это доисторические джунгли, в которые можно попасть через портал. После уничтожения Атлантиды группа беженцев отправилась через него в Скартарис и основала Новую Атлантиду. Ни Аквамен, ни королева Атлана не встретили жителей Новой Атлантиды во время своего пребывания по ту сторону портала, но вполне логично, почему король Атлан выбрал именно это место для добровольного изгнания. Теперь становится понятно, почему трезубец было сложно обнаружить. К тому же он может открыть двери новым приключениям. Причём в буквальном смысле. Когда Артур наконец получил трезубец Атлантиды, зрители немного смутились, увидев кадры, как нервная система окутывает различных морских существ. Абсолютно объективного объяснения этим кадрам не существует, поэтому зрители вынуждены гадать, что конкретно делает мистический артефакт. Вряд ли он просто позволяет Аквамену увидеть всех морских существ в стиле бонусного уровня игры Тетрис Эффект. Ранее в фильме говорилось, что трезубец позволяет обрести контроль над морем. Самая логичная теория говорит о том, что он просто усилил способность Аквамена общаться с морскими существами, причём настолько, что он смог контролировать их. Это объясняет, каким образом ему удалось командовать Каратеном, а также целой стаей акул под руководством Короля Орма. К тому же ему удалось взять под контроль падших, которые успели эволюционировать до хищных прожорливых монстров. А теперь давайте вспомним про принцессу Меру. Она не только спасла Атлантиду и наземный мир. Ей также удалось освободить себя от уз политического брака, променяв амбициозного и опасного принца Орма на более простенького и немного туповатого Артура. Это был потрясающий манёвр, за которым скрывается политический ход. – Я должен сказать, что ты делаешь свое доброе думать, когда ты не думаешь. – Это был самый лучший пеп-так. Всегда. Артуру был необходим политический опыт Меры, потому что сам он не обладает подобными навыками. Создаётся впечатление, что он никогда и слова дипломатии это не слышал. Да, Аквамену суждено однажды объединить наземный мир и Атлантиду, но то, что он умеет общаться с морскими существами, не сильно ему в этом поможет. Ему надо научиться говорить с людьми, а сейчас это явно не самая сильная его сторона. Вы серьёзно подумали, что Черная Манта погиб после того, как его голова взорвалась и он пролетел пару сотен метров, сбивая каждую скалу на своём пути, а потом рухнул пучину бездны? Конечно же, нет. Учитывая, какая у него история в комиксах, режиссёр Джеймс Ван не стал бы включать Манту в историю, если бы он там действительно был не нужен. Просто так от него не избавиться. Так что Черная Манта будет делать в следующем фильме Аквамена? Читатели комиксов подкинут вам как минимум одну идею, но вам она не понравится. В 70-х годах Черная Манта был в центре одной из самых шокирующих историй всех комиксов. Он, наконец, отомстил Аквамену, убив первенца Артура Эмеры. Далеко не факт, что сиквел будет таким же тёмным, но отец Аквамена до сих пор жив, а отец Манты умер в самом начале, а это намекает на отличную цель для мести. Особенно учитывая, что в сцене после титров мы видим, как Манта объединился с одержимым Атлантиды исследователем Стивеном Шином. В комиксах Шин дружил с отцом Аквамена, но потом предал их обоих ради обнаружения местоположения Атлантиды. Интересно, каким образом они обыграют это в фильмах? Может быть, Черная Манта и Доктор Шин будут работать вместе, не говоря уже о том, что Принц Орб, не забывайте, не погиб? К тому же нам показали Скартарис и вряд ли это было просто так. Аквамену 2 будет из чего выбрать. Трезубец Атлана помог Артуру повелевать морем, а также он является символом безграничной мощи, что позволило Артуру получить титул Короля Атлантиды. Однако то, что он просто появился перед народом с трезубцем в руках и остановил Гражданскую войну Атлантиды удивило не так много персонажей по обе стороны конфликта. Очевидно, что его цель – в объединении Семи Королевств Атлантиды, поэтому это лишь начало пути. Для этого недостаточно подводного эквивалента Экскалибура. Как однажды сказал один мудрец, – Супрямый экзекутивный силой отрабатывает от мандатистов, а не от какой-то фарсиковой церемонии. Артур стал королём, но это ещё не конец. Это только начало. Придётся ему серьёзно поработать над этим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok